привет из прошлого хочу показать вам нашу типичную наш типичный путь до магазина и обратно вот сегодня получилось пораньше выйти сейчас я девчонок не показал вот девчонки идут сегодня получилось пораньше выйти по свету хотя бы хотя скоро закат вот наш домик отсюда поднимаемся к сожалению пока рядом идет стройка приходится ходить вот так вот по дороге вот но когда вот та стройка закончится все будет гораздо проще хорошо вот здесь вот не надо по проезжей части эти здесь можно раз так свернуть и на мостик и по мостику пройти и вот здесь вот вот эта стройка идет огромного что это отель да наверное вот там баннеры висят всяких строится эта вся штука здесь потом когда застроится все соответственно проход будет открыт и можно будет спокойно вот так вот пройти и дальше выйти туда куда куда мы сейчас дойдем ну а здесь опять приходится идти вдоль дороги ну ничего привыкли и вот баннеры вот этого комплекса которые здесь будет а парни а апартаменты также на продажу я уже про него говорил в одном из видео где ходил по берегу во время такого небольшого шторма что нафиг их вот эту пляжную часть вот сейчас мы подойдем посмотрим на баннеры то есть смотрите вот они перед этим комплексом вот такой вот пляж они чё там песок завезут или что еще поставят лежаки которые нахрен просто при первом урагане снесет но реклама она есть рекламу но ребята продолжают работу до вечера принимают мандарины как принимает покупают один к одному молодцы а мы направляемся на берег этот путь у нас всегда здесь проходит когда на закате выходим потому что очень красиво сегодня правда облачно поэтому солнышко особо не видно и закат будет не такой яркий но все красиво море спокойно температура сейчас даже пар идет плюс 14 ночью будет плюс 11 сегодня кстати 7 декабря через 10 дней у меня день рождения есть люди которые там на бережку сидят и смотрят на море вот это кстати все произошло после урагана все тут на мыло грязь такая просто просто посмотрите как причесала траву видите как траву причесала да это все вот так вот волной накрывала вот сюда вымывала да все так и было все только так и было и здесь все было в пластиковых бутылках вот эта часть закидано но все убрали вот что мне нравится что хотя нет вон там остались а море просто да перфекто и вон там что-то жгут наверное то что на берегу нашли и они собирают и сжигают Potham хорошо хоть ветер в сторону моря а не в нашу сторону и вот такой вот сегодня закат солнышко должно быть где-то вот там вот красиво все равно на все ботинки в песке вот здесь есть такая дорожка пешие и пользуется как просто люди так и собачники кстати внизу можно посмотреть есть на мыло всякого мусора будто руки не в карманах на краю и помогут все вот отсюда аж били волны что позбивала все вот эта растительность который здесь было да не узнать вот это местечко песка суда на на мыло конкретно не было такого здесь кафешка стояла непонятно это как это не ну тут наверное техникой ломали как-то или что то что тут он основание какое да здесь все было нормально взяли разломали ну может это конечно что вам так все снесло офигеть и крыши нету да но мне как с трудом верится что это мог болен нифига себе офигеть смотри как все разломала то не наверно а техника проезжала это все ломала ты чё как такое может быть просто вот этой части нету здесь все было под навесом ничего не осталось надо провести расследование вы что думаете колобки полыкнула но здесь открыто электричество судя по всему да и там вода течет так что лучше сюда не подходить мы идем магазин все таки так и первое то что встречается у нас на пути это карфур недавно открылся наверное месяц назад магазинчик мы иногда слова захаживаем тут что дороже что дешевле прям точно сказать что он очень такой экономный нельзя мы идем дальше там где такая площадь небольшая а много-много разных магазинов плюс рыночек обычно туда ходим так и у нас здесь мы его просто называем красный я здесь магазин тут выпечка продается вкусная выпечка овощи фрукты иногда здесь можно брать но иногда бывает дорого достаточно мы идем дальше здесь тоже всякая одежда вещи продаются вот а мы идем лучше происходит здесь пивнушка а это мини рынок надо войти потому что что-то готовит явно к новому году видимо украшают гирляндами вот и здесь такая площадь с такси с огромной собакой и вот здесь есть на углу магазин вот там в глубине есть магазин зеленый я не помню как он называется вот а мы ходим вот в эту на двойку он а мы ходим вот в эту башенку который называется магнит жена подсказывает что зеленый называется на земле все правильно расслышал мы идем в магнит так что тут по ценам мандарина у нас 410 огурцы 520 картошка руб 70 на морковь 240 бананы 510 но ты сравнивать умножайте это на 33 34 и прикидываете вот вообще 850 перец я знаю что надо взять надо взять вот это вот у него скидка тем более четыре с половиной 429 всякие чипсы пиво огромного количества по два с половиной литра масло подсолнечное вот кстати майонез который мы обычно берем здесь его нет еще берем лобны иногда в общем цены вот такие на яйца цены вот самые дешевые 495 яйца здесь дорогие горят в россии дорого но здесь тоже не дешево здесь всякие сосиски и колбаски и сырок за 15 за 15 варил как лучше можно взять и хлеб мы обычно берем вот такой вот ну такой вот стоит он он подорожал варе 10 ты стал 009 здесь всякая заморозка hinkali можно взять кофе-мофе чай май чего озер чай берем опять 99 что-то скидки на все здесь сладости очень много всякого российского да кстати возьми печенье ну вон упаковку ну можно такое здесь куча вина и алкоголя еще в конце печенье такое взяли так чипсы у нас стоит вот кстати украинские 595 это 6 лари поэтому надо смотреть какие нибудь другие варианты на решке а семечки это просто моя боль здесь семечки все ужасные на вкус мы можем конечно попробовать вот такие взять вот они с солью грузинские вроде как они светлые как вот эти можно попробовать давайте попробуем вдруг повезет здесь всякие варенье классные кстати который мы брали за 6 лари можно взять из грецкого ореха варенье или вот из желтой черешни очень классный лески нам понравится ты лески сделала чем чипсы жрать в общем есть альтернативы тут даже можно кружку гуччи взять хочешь я нет короче затоварились мы на шестьдесят 1 и 7 лари это в рублях 2 137 ну не конечно с учетом того что мясо не было это опять же немного оверпрайс но терпимо сейчас на рынок да с рекой лестницам бамбукова хочу такую форма вот тут вот весь вот но она какая-то лишь вставший по все еще хотим хурмы и яблок взять вот он король жиробас пока небось угощался здесь в выпечке чё по хурме нет хурмы хурмайок но мы можем пойти в этот карфур зайти вот там только выпечка вкусная кстати вот там стригут ты знала что вот в том цветном домике на той стороне стригут стригут деньги с людей людей стригут прям сейчас стригут и хурму дают пойдем в карфур за хурмой формы здесь тоже не оказалось видимо быстро разбираются хотя сезон есть творих яблоки возьмем за 335 мы в карфуре жена напала на чурчхелла он беру яблоки довольно часто можно оказаться сопровождении какой-нибудь милой собачки и не так страшно когда ты идешь правда эти собачки тут делят территорию поэтому этой собачки может достаться хорошенько других собачек если она слишком далеко забредет к нам в гости а так вот обратная дорога пролегает вдоль трассы довольно оживленная иногда здесь бывают пробки часов где-то в 5-6 наверно сторону меканжаури из батуми просто очень сильные пробки поэтому надо возвращаться либо до либо после этого времени потом все рассасывается почему закупились девчонки вон идут нормально можно несколько дней из дома не выходить тем более впереди там дожди обещают турции вроде опять накрывает какой-то циклон а знаешь потом он придет и к нам периодически вспоминаю как было удобно в т.д. в турции когда ты выходишь буквально там пять минут ты в мегросе минут 15 ты в биме или ва-101 и все это ну грубо говоря под боком нету там вот такого оживленного движения как здесь а не приходится идти вдоль трассы оживленной но с другой стороны ну елки-палки да сейчас ситуация такая потом откроют другую дорогу отсюда поток немного сойдет ну а ходить полезно потому что целыми днями мы сидим дома за компьютером вот тут тоже отель строится перекрывает нам вид немного на море но он и вот такие вечерние прогулки они полезны ходьба продлевает жизнь мне нравится тем более не всегда ты ходишь по ну вдоль трассы и дышишь выхлотными газами ты просто можешь пойти вот там вот вдоль морюшка тоже как вариант здесь довольно спокойно никогда не было никаких ситуаций даже когда один ходил и девчонки одни ходили все тву-тву-тву безопасные без эксцесса вот и кстати в качестве альтернативного пути можно еще ходить по той дороге вот туда уходишь налево и там под мостом спокойно поднимаешься уже в наши угодья но туда переходить эту дорогу не очень-то комфортно тут нету пешеходных переходов приходится искать момент между машинами и перри переходить перебегать когда как по мосту в принципе нормально ничего освещение здесь хорошие быть хоть здесь хорошие освещение надо мы сверчка не слышал я думаю вы не услышите где ты здесь сидит все подумаю насчет машины сначала хотел взять прям но автомобиль который мне прослужит долго ну грубо говоря там на несколько лет вперед чтобы можно было на нем ездить и по другим странам но пока у нас нету здесь внж грузинского есть вариант купить автомобиль подешевле и ездить просто по грузии пока выбор у меня на prius падает за тысяч семь девять можно взять хороший prius хорошем состоянии и в любой момент его потом скинуть потому что приусы здесь прям вот пользуются очень большой популярностью и этого будет достаточно для того чтобы ездить в разные части грузии к тому же расход у него так как он гибрид расход у него просто маленький ездит он на батареи если не гонять но когда надо газануть там или зарядить батареи он тратит бензин и сколько у него получается где-то 5 литров наверно на 100 километров так что скоро я не знаю или прямо батуми или поедем может быть в кутаиси или в пилиси когда в гости поедем брату там будем смотреть автомобиль будет интересно свернулись дороги и мы уже почти у дома меня два друга приезжала ну я грубо говоря резервировал места в отеле не приезжали гриле кирилл почему-то выбрал именно это место здесь же так далеко от города тут ничего грубо говоря поблизости нету ни ресторанов нифига я говорю мне это нафиг не нужно нам это ну это у нас не первая необходимость если нам нужен город который мы можем попасть только выходные потому что в будни мы работаем мы садимся на автобус конечного которого здесь прямо в двух шагах платим 30 т3 т3 жда копейки копейки т3 т3 30 копеек платим и через 20 минут мы уже в батуми и все никаких проблем всякие там развлечения рестораны это тоже не надо ну я имею ввиду будний день чтобы вот так вот вечер вышло куда-то здесь спокойно и здесь зелено и грубо говоря это я так думаю что это скорее все т.д. где-то там двух-трех летней давности и через два-три года здесь будет также насыщена обустроена и инфраструктура появится еще кучу всего построиться так что пока наслаждаемся вот этим тихим мирком который у нас здесь есть а дальше поживем увидим куда нас занесет судьба вот наш домик на этом все вот такие у нас походы случаются магазин до там он мандарины растут наверху может быть как-нибудь доберемся хочешь сорвать мандарин и диксеры мы тебя здесь подождем если что мы не с тобой а вот над мини купером мандаринчики я думаю они все оборваны наверно там все что понизу смотри что-то увидел человек не наверху не заберется гиги лола гиги ну что зеленый нибудь все на этом я с вами прощаюсь вам спасибо что смотрели пишите подписывайтесь ставьте лайки всем пока спасибо